Siri, what do you want to discuss? Worldwide Developers Conference, Electronic Entertainment Expo или World Cup? World Cup. 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 Вице-президенты пели дифирамбы всем разработчикам. Ребята, вы прямо му-му-му-му, мы вас любим, вы вообще самые лучшие. И давайте кодить под нас, и вообще у нас самые лучшие тузы, у нас самые лучшие языки программирования и прочее-прочее. Сегодня идет борьба, я об этом тоже много раз говорил, не за потребителя. Потому что втюхать iPhone компании Apple уже неинтересно. Оно как бы и так втюхивается. Интересно заставить разработчиков писать под этот самый iPhone. А вас, кроме iPhone, купить еще хреновую тучу Apple девайсов. И развитие облачных сервисов, развитие всевозможных вот этих экосистем, это как раз то, что сегодня является трендом. И на мой взгляд это правильно, на мой взгляд это ну как эволюция, да, наверное, рынка. Потому что телефоны по большому счету ничем особо не изменяются за последние, ну в общем-то 7 лет с момента выхода iPhone первого поколения. Да, вот как он вышел, как он установил новый стандарт смартфона современного. Так, собственно, по большому счету это такая слабая эволюция. Да, экраны лучшим разрешением, камеры лучшим разрешением, новые сенсоры добавились, новые какие-то возможности. Но в целом устройство не претерпело никаких кардинальных изменений. Конечно, конкуренты за это время научились делать достойные ответы. И в общем я уже давно не скрываю, что и Android подрос в своем, ну каком-то развитии, наверное, да. Потому что то, что было там 3-4 года назад, ну без слез реально не взглянешь. Сегодня, особенно за счет мощности железа, Android работает достаточно сносно. Само собой, компании типа Samsung, LG, Sony, HTC научились делать хорошие телефоны. Ну и в общем все стало на круге своя. Кстати, с iPad'ами, с планшетами ситуация повторяется. Поскольку он вышел позже iPhone'а, да, это 2010 год, с планшетами, на мой взгляд, все еще не очень здорово у конкурентов. И iPad остается лидером. Само собой, вот недавно Samsung представил новые там Galaxy Tab S и так далее. Неплохие устройства, без вопросов. Но все-таки не то. В первую очередь из-за оболочки Android'а, я не знаю, может быть Google не так интересен планшетный рынок, как смартфонный. Ну там, само собой несопоставимые цифры, но еще раз, непонятно. Вот такое вот у нас получилось вступление. Поэтому те, кто ждал от WWDC 2014 железа и обломался, ребята, нужно быть просто в теме. И тогда вы не будете разочаровываться. А те, кто были в теме, они получили парочку очень крутых анонсов. И сегодня, конечно, об этом поговорим. И вообще, я начал с того, что июнь очень-очень, ну как сказать, масштабный в своем великолепии. У нас с вами WWDC 2014. У нас с вами еще скоро Google I.O. Презентация нового Android'а. У нас здесь еще вписался Electronic Entertainment Expo, более известный как Е3. И еще у нас идет чемпионат мира по футболу. Короче, в июнь, вот знаете, можно прожить июнь. И, в общем, в жизни особо больше ничего не потерять. Очень круто, это здорово. Хотя тяжело, тяжело. Наверное, у кого-то сейчас вступительные экзамены начались. Отвлекаться вот на все это не очень просто. Хотя я с этим ЭГ как-то отстал от жизни. Не знаю, есть ли сейчас вообще вступительные экзамены в институты. Или уже все, забыли, закрыли лавочку. И сейчас достаточно сдать ЭГ, и ты получаешь какие-то баллы. Ну, в общем, я в этой теме не разбираюсь. А вы знаете, я вообще, когда в теме не разбираюсь, я стараюсь на эту, ну, в общем, историю не распыляться. Потому что выглядишь идиотом. И, кстати, это очень быстро чувствуется. И вы это тоже понимаете. Если ты в теме дум-дум, то, в общем, говорить об этом бессмысленно. Я, кстати, всегда пытался, когда в институте учился, знаете, когда предмет не знаешь. И такой, ааа, ща я попытаюсь. И вот я понимаю теперь со стороны преподавателя, там, профессора, насколько глупо это выглядит, когда человек, не знающий тему, пытается тебе что-то втирать. Меня это, честно говоря, всегда раздражало. При этом по слабости характера я не могу человеку сказать, что ты звездишь мне, что ты какую-то чушь несешь. Я всегда слушаю, говорю, да, да, про себя. Я думаю, господи, какой бред ты несешь, что это за глупость. Ну, такие вот мысли. Итак, Worldwide Developers Conference началась достаточно бодро. В очередной раз нам рассказали циферки, что все здорово. 800 миллионов iOS-устройств было продано. При этом 100 миллионов iPod Touch, 200 миллионов iPad'ов и 500 миллионов iPhone'ов. Само собой, это устройство вообще все. Ну, то есть за все время. Поэтому там есть и iPad первого поколения, и старые iPod'ы, и старые iPhone'ы, которые уже не поддерживаются. Но, тем не менее, это очень круто. И это, опять же, цифры не для пользователей, цифры для разработчиков, которым говорят, ребята, вот такое гигантское количество устройств. То есть мы продаем, при этом 86% всех устройств, поддерживающих iOS 7, работают на этой самой несчастной iOS 7. А это значит, что когда вы разрабатываете свое приложение, вы кодите под самую последнюю версию. И тут же стопудово, это вот, как бы, знаете, неразрывно связанные величины, показывают Android, у которого KitKat занимает там жалкие, не помню, не буду врать, ну, порядка там 10%, да, плюс-минус. И говорят, что огромное количество устройств работают на Android 2.3, там, 4-х летней давности, и, в общем, это все плохо-плохо. Ну, и на самом деле, Apple в этом смысле правы. Но, с другой стороны, это Китай, это сверхбюджетный рынок, и под него кодит, наверное, ну, себя не уважать, хотя зависит от приложения. Но, в любом случае, у Apple с фрагментацией все было более-менее хорошо с самого начала, они об этом позаботились. Сейчас Google тоже в эту сторону думают, и, возможно, что-то придумают. Не факт, что у них что-то получится, но они постепенно рынок пытаются причесать под одну какую-то гребенку, и для того, чтобы у них была унифицированная система, унифицированное понимание, что такое Android, как он работает, на каких устройствах, с каким железом и так далее. То, что, в принципе, сегодня пытаются делать Windows Phone, да, но там попроще, потому что Windows Phone вообще раз-два я обчелся, и, кроме Lumia, большому счету серьезных конкурентов на этом рынке нету, но там тоже есть спецификации под каждое устройство, максимальные характеристики, минимальные, в общем, какое-то, ну, понятное, в общем-то, движение. Поэтому я надеюсь, что у Android тоже все получится, и они в будущем будут чувствовать себя более чем. Почему меня это радует? Потому что конкуренция всегда хорошо, серьезно. Мы всегда с вами рассматриваем любую новость с точки зрения потребителя. Мне абсолютно параллельно, сколько денег заработала компания Google, Apple и так далее, и насколько богаче стали Тим Кук, Сергей Брин и остальные товарищи. Потому что я покупаю устройство, я хочу получать максимально возможный экспириенс, вот эти самые, я называю это опыт эксплуатации, да, то, что вы получаете во время использования устройства. Кроме того, что вы покупаете непосредственно характеристики какого-то девайса, прицепом идет огромное количество всевозможных сервисов, функций и так далее. И сегодня, возвращаясь к основной мысли, мне кажется, что сервисы и функции намного важнее, чем базовые характеристики девайса. Процессоры, камеры, и об этом тоже много говорено, переговорено в моем, в том числе, подкасте. Серьезно, сегодня вы не покупаете гигагерцы процессора, о них даже не говорят. Ребят, заметьте, что процессоры обсуждают в контексте каких-то новых фишек, типа 64-битная архитектура, но никто не говорит, что там, ребята, 1,3 гигагерца, охренеть, как здорово, 8 ядер там, или еще что-то в этом роде. То есть сегодня это никому не интересно. И это правильно, потому что реально неинтересно. Если это работает и работает хорошо, то это абсолютно лишняя и паразитивная, короче, нехорошая информация. Так вот, функции это здорово, и меня в очередной раз печалит, что часть функций недоступна на российском рынке. Я не говорю про Siri на русском, которую я ждал и запустил маленький, ну не флешмоб, но тем не менее какой-то такой вот, ну скажем так, для своей аудитории прикол. По поводу того, что я не буду бриться, пока не выйдет русская Siri. Собственно, 2 июня настало, русская Siri не вышла, народ такой, брейся, не брейся, а ты уже побрился, а ты вообще не держишь слова и так далее, и так далее. Ну, в общем, здесь никому не угодишь. Но идея была, на мой взгляд, забавная, однако русской Siri мы не увидели. Но увидели, забегая чуть-чуть вперед, русскую диктовку, которая является составной частью Siri, и возможно, что это такой, знаете, шажочек именно в сторону локализации. Хотя очередной раз ничего не ясно, и здесь нету никаких непредпосылок. То есть 100% утверждать, что через апдейт появится русскоязычная Siri, абсолютно не стоит, потому что Siri, это все-таки не просто распознавание голоса и ответ голосом, это еще и всякие сервисы, как раз о которых мы сегодня с вами говорим. Да, и там Yelp интегрирован, которого в России нету, соответственно, ему нужно, наверное, чем-то заменить, или его нужно как-то выкинуть из системы, что несколько ломает функциональные возможности, там всякий поиск кинотеатров и прочее, прочее. Поэтому, если удастся Apple договориться, не знаю, с тем же Яндексом, для того, чтобы все это реализовать, тогда будет хорошо. Не получится, ну, извините, тогда у нас, значит, соответственно, Siri пока не будет. И я при этом не парюсь и пользую ее на английском, но сервиса, как вы видите, часть недоступна просто в принципе. Возвращаясь к Worldwide Developers Conference, я в очередной раз, как это у меня бывает в подкасте, кто первый раз слушает, отвлекаюсь на какие-то темы, начинаю, знаете, растекаться водой по блюдечку, и многие это не очень любят, хотя мне кажется, это здорово, потому что вот в таком размышлении рождается истина. И мы с вами через вот такое вот бурление, в общем-то, приходим к какому-то заключению, что, на мой взгляд, и должен нести в себе подкаст, потому что новости о Worldwide Developers Conference 2014 вы уже и без меня прочитали, в том числе и на моем канале посмотрели, и как бы вот что мне, пересказывать, что там показали iOS 8, ну, наверное, нет смысла, да, мы с вами вот такими окольными путями рассматриваем какие-то интересные штуки. Более того, в Твиттере я анонсировал, что в этом подкасте не будет тупого перечисления анонсов Worldwide Developers Conference, мы посмотрим на все это немножко с другой стороны, например, с моей точки зрения, Health и HealthKit, ну, как бы я называю это единым целым, потому что это инструмент, и непосредственно продукт, который в итоге этот инструмент представляет, это цифровой наркотик, и Apple таким образом подсаживает вас на свои сервисы, об этом чуть позже. Вот такие вот, видите, закидоны у нас происходят иногда в подкасте, и это тоже очень хорошо, это здорово. Так вот, начиная с Worldwide Developers Conference, компания Apple порадовала разработчиков тем, что у них все хорошо, они твердо смотрят в будущее, они готовы разрабатывать новые технологии, готовы предоставлять новые девайсы, на которых это все будет замечательно работать, и, на мой взгляд, делали это достаточно убедительно. Вообще, в очередной раз, опять же, смотря конференцию Apple, я понимаю, что секрет достаточно простой, выходи и бодрым голосом рассказывай о том, что ты умеешь, что у тебя хорошо получается, и показывай свои продукты в лучшем свете. Но почему-то у других технологических компаний это не получается так интересно. Хайф вокруг Apple, конечно же, велик, и, собственно, большое количество людей пришло смотреть мою прямую трансляцию на YouTube, поэтому спасибо, кто это сделал, вы самые лучшие, и около 60 тысяч человек смотрело лайф, это очень-очень круто, и, в общем, люди такие, да-да-да, Apple круто, да, давай-давай, но, конечно, все ждут iPhone, да, то есть в очередной раз все разбивается оскалой вот этого самого iPhone, типа, а, iPhone не показали, Apple не тор, все плохо, но мы начали с того, что компания всегда делала качественные продукты, и я за это ее любил, и вы ее за это любите, и вы не хотите полуфабрикатный iPhone, вы хотите устройство, которое будет готово на все 100%, при этом компания пытается не распаляться на другие рынки, за что ей тоже большой респект, то есть был слух о неком iHome, который будет аналогом умного дома, то, что сегодня делает Samsung, Google и так далее, и я в свое время говорил, что, да, компания Apple в данном случае, наверное, пытается заскочить в последний вагон, чтобы не профукать вот эту гонку за умный дом, за гостиную, но при этом они это решили несколько иным путем, и это очень здорово, то есть они все равно пытаются те вещи, которые привычны нам по конкурентам, да, то, что мы видим в исполнении Samsung, LG и так далее, сделать своим образом, но в силу этого, вернее, они это делают, в том числе и в силу того, что у них нет возможности производить все своими средствами и ресурсами, и в том числе, более того, это не нужно, компания фокусируется на чем-то там не одном, но небольшом количестве и знает, как из этого извлекать максимальную прибыль и как в этом устройстве сделать все как надо, да, то есть если компания Apple не производит умные холодильники, то их производить, собственно, и не надо для того, чтобы организовать, опять же, свою экосистему умного дома. Итак, я открываю свою шпаргалочку, перестаю лить воду, и так, что нам показали на World Wide Developers Conference. Я бы разделил вообще вот эту двухчасовую, кстати, презентацию на три основных категории. Это Yosemite, это обновление OS X10, которое, ну, на самом деле, тоже было весьма ожидаемо. Это iOS 8, и это все, что шло после, именно, знаете, суперфокус на разработчиков. Новый язык Swift, HealthKit, HomeKit, Metal и так далее. Давайте начнем с Yosemite. OS X10, я ждал именно OS X10. Многие такие, не, не будет OS X1010, что за дебильное название, будет OS X11. Ну, это тоже люди, которые давно не следят за тем, что происходит в мире Apple. Было давно уже известно и кодовое имя в каком-то смысле, и в итоге немножко ошиблись, но принцип понятен, да. То есть, Yosemite, это природный заповедник в Калифорнии, как, собственно, Mavericks. Это волны, где катаются сноубордисты, хотел сказать, на скейте. Да, все, приехали. Короче, это серфинг, виндсерфинг, наверное, хотя не знаю. Тем не менее, короче, когда закончились кошки, большие кошки у Apple, более того, странно было то, что релиз 10.8 назывался Lion, а релиз следующий после, вернее, не так, Mountain Lion у нас был, да, то есть Lion, Mountain Lion. Короче, на мой взгляд, неправильно то, что Lion не стал последним кошачьим названием операционной системы от Apple. Вот так выкрутился, но у меня в свое время появилась стройная теория, Lion презентовал еще Стив Джобс, видимо, ему дали такую честь презентовать вот Major Update и так далее. Возвращаясь к Yosemite, в общем, это, наверное, тренд на ближайшие несколько поколений. И, кстати, не факт, что следующий OS X10-11 мы с вами не увидим. Вполне, вполне можно. Просто потому, что OS X, и многие почему-то ошибочно называют OS X, неправильно, OS X, она, ну, стала тоже имя собственное, нарицательное. И поэтому мы с вами понимаем, что отказываться от такого бренда просто глупо. Именно поэтому OS X10-11 вполне возможно. OS X10-10 принесла в себе плоский дизайн в стиле iOS 7. Имя об этом тоже было давно известно. Об этом я не раз говорил. И картинки, какие-то ликс, которые были наводнены интернет. Господи, что у меня с падежами и вообще склонениями? Так, сейчас мы приведем все в божеский вид. В общем, то, что появлялось в интернете, оно косвенно указывало на то, что все догадки, слухи более-менее правдивы. И плоский дизайн в OS X10-10 мы с вами увидим. Мы его и увидели. Он стал не таким ортодоксальным, не таким, знаете, откровенным, как в свое время переход от iOS 7, от iOS 6 к iOS 7, но просто потому, что в каком-то смысле плоский дизайн в OS X10-9 уже встречался, и все новые программы были в каком-то смысле переделаны под плоский дизайн. Конечно, остались, знаете, такие хвосты с кеоморфизма, но в целом, там, где можно, компания уже потихонечку начала все это выпиливать. Однако, не могу сказать, что это не стало шоком для некоторых. Многие до сих пор считают, что работать в такой системе все плоское, все некрасивое невозможно, я не согласен. Мне кажется, что более чем красиво, я попробовал. Кстати, скоро на канале выпулю полный обзор OS X Yosemite, но там, знаете, не очень интересно, просто потому, что часть заявленных фишек просто тупо не работает, и в iOS 8 многое не работает, но в Yosemite те core-фичи, которые, собственно, должны открывать рот и говорить, вау, они пока еще недоступны, а именно поэтому показать особо нечего. Ну, плоский дизайн, но вы, опять же, его видели, хочется рассказать и попробовать то, что действительно здорово. Что нам представили еще с точки зрения возможностей? Во-первых, с Yosemite показали iCloud Drive, это новое слово в облачном хранилище Apple. Раньше iCloud был достаточно закрытой архитектурой и вообще закрытой технологией, платформой, наверное, вот так можно сказать. Туда загружались отдельные файлы, каждая программа могла загружать какие-то данные в iCloud, при этом все это хранилось на уровне песочницы. Взаимодействовать между собой все это могло, но достаточно сложно. И вы, короче, не могли взять просто файл и закинуть его в iCloud, как это происходит со всеми облачными хранилищами других компаний и конкурентов. Само собой, есть всякие Dropbox, Яндекс.Диски и прочее-прочее, что, ну, по большому счету, не то, что ликвидируют эту проблему, а ее, по большому счету, и нету, да, то есть мне свет клином на яблочном облачном хранилище не сошелся свет, и поэтому я совершенно спокойно могу себя чувствовать на Яндекс.Диске. Сегодня он мне нравится больше всего, потому что у него наилучшая скорость загрузки и upload-download у него вне конкуренции, да, то есть по каким-то дополнительным фишкам возможно и Google Drive интереснее диск и, ну, не знаю, там, Mail.Disk давал терабайт, но, кстати, не знаю, Mail.Disk не пробовал просто потому что к Mail вообще отношусь достаточно негативно, и все, что делает эта компания, я изначально воспринимаю со знаком минус и просто даже не пытаюсь себя переубедить, поэтому я даже не купился на то, что Mail раздавал терабайт. Многие сейчас скажут, ну и дурак, ну, наверное, так и есть, и, в общем, живу с тем, что есть, но у меня и на Яндексе каким-то образом завелось под 500 гигабайт дискового пространства, так что все, что мне нужно, я туда загружаю. И iCloud Drive по большому счету это просто эволюция сервиса, да, то есть мы теперь можем загрузить туда файлики, это очень здорово. Пока нет ценника на то, сколько это все будет стоить, сегодня цена достаточно конская, 5 гигабайт вы получаете бесплатно, и это под все ваши данные, и даже под бэкап одного устройства это, как правило, недостаточно, но можно с определенными там хитростями сделать бэкап, но это будет достаточно куцая версия, если вам нужно что-то более масштабное, вы должны докупать дополнительное место, если у вас несколько устройств под одной учетной записью iCloud, как у меня, например, да, пара айфонов, пара айпэдов, то вообще хана, 5 гигабайт там даже близко не валялось, вы можете купить, сейчас совру, но по-моему 50 гигабайт стоит 3 600 в год, 3 600, то есть 100 с лишним долларов, хотя по сегодняшнему курсу это в общем тупо 100 долларов, за то, чтобы вы могли хранить свои данные, туда же загружаются фотографии, туда же загружается музыка, еще что-то, то, что вы бэкапите, короче, это, хотя нет, ру музыка туда не грузится, но в общем это достаточно немного, да, сегодня компания представила новый сервис, который называется iCloud Drive Photo, и туда можно будет загружать вообще все фотографии, которые у вас есть, сегодня фотопоток хранит до 1000 фотографий, и, ну это не так много, да, они автоматически замещаются, то есть когда вы загружаете 1000 первую, старая первая фотография замещается новой, и вот постоянно происходит, при этом все время в вашем фотопотоке 1000 фотографий, с одной стороны, для, скажем так, ну, тех, кто не часто фотографирует, этого будет более чем достаточно, для тех, кто фотографирует выше среднего, как я, например, да, это дети, это какие-то скриншоты, а все это падает в общую кучу, то этого, конечно, не так много, и это быстро, ну, то есть я не могу рассчитывать на фотопоток, просто потому, что я все равно спокойно могу лишиться фотографии, она бжик, заменилась, и такой, ваа, что делать? Так вот, Apple эту проблему пытается решить с помощью iCloud Drive Photo, и представляет возможность загружить вообще все фотографии, которые хранятся на всех ваших устройствах, в облачное хранилище, при этом продает 200 гигабайт за 4 долларов в месяц, странная политика, то есть не в год, как вы раньше покупаете, ну, потому что в год большая цена, вообще люди не готовы платить сразу за год, им проще заплатить помесячно, и многие компании об этом знают, но при этом спотыкаются, например, когда вышел пакет Office для Office 365 для iOS, там как раз в начале можно было оформить только годовую подписку, и ты такой, блин, я не хочу годовую подписку, я хочу платить по месяцу, я при этом все равно в течение года выплачу всю эту сумму, но чисто психологически мне будет комфортнее оплачивать небольшими транзакциями в течение месяца, так вот, наверное, здесь ровно это работает, то есть 4 доллара в месяц за 200 гигабайт это немного, при этом вообще все это можно расширить до 1 терабайта, туда хранятся, будут храниться все ваши фотографии в полном разрешении со всеми пирогами, более того, если вы редактируете какую-то фотографию на своем айфоне, она моментально практически получает все эти изменения на вашем айпаде, и наоборот, что было продемонстрировано на презентации, но на мой взгляд это тоже здорово, вот эта вот бесшовная синхронизация, постоянная, знаете, что сделал на одном устройстве, изменилось на втором, начал на первом, закончил на третьем, оно на самом деле действительно доставляет, я не могу сказать, что это будущее, что это прямо вот то, чего я ждал от компании, то, что вообще меня будет радовать в течение нескольких там десятилетий, наверное нет, но в любом случае это шаг вперед, это какое-то развитие, и это здорово, да, и вот эта вот бесшовная синхронизация, то, что было показано и продемонстрировано достаточно здорово, в том числе с помощью технологии continuity, которая не просто дается русскому человеку, continuity, но тем не менее, идея какая, базовые приложения, не только базовые, кстати, об этом ничего не сказали, насколько я помню, но я думаю, что API или какие-то SDK, или как это вообще называется, инструментарий, дадут разработчикам, вы сможете это делать с third party приложениями, но как минимум, встроенные, это точно поддерживают, мысль, мысль какая, начали писать письмо на iPhone, если в зоне действия Wi-Fi, или вообще в зоне действия, в ближайшем поле, появился ваш MacBook, он понимает, что вы пишете письмо, и на иконке mail загорается, соответственно, продолжить, вы туда тыкаете, и письмо с вашего iPhone улетает на недописанном слове, на недописанной букве на ваш Mac, и в обратную сторону это тоже работает, кроме всего прочего, конечно же, для мейла это не так интересно, но просто потому, что если ты начал писать на телефоне, значит ты понимаешь, что это какая-то маленькая заметка, маленькое письмо, из там пяти слов, которые ты совершенно спокойно берешь на клавиатуре iPhone или iPad, если это серьезное сообщение, то на мобильном устройстве, как правило, ты его просто не начинаешь писать, но это работает для Safari, да, то есть ты начал, шел, допустим, додмой, ну, что-то там, серфишь Safari, пым-пым-пым, пришел к своему Mac, раз, одним движением, одним кликом, одним тапом нажал, у тебя брызинка, твой сайт улетел тебе прямо на монитор, при этом давно существует синхронизация вкладок через iCloud, и ты, в принципе, это можешь сделать тоже, но это не так просто, не так понятно, не так доступно, да, здесь у тебя более такой универсальный способ, поэтому мне кажется, что это здорово, то же самое с Pages, то же самое с Keynote, и так далее, и так далее, и в будущем появятся другие приложения, которые позволят это делать, мне кажется, это очень круто, но наиболейший интерес меня, скажем так, порадовал, наибольший интерес вызвал вариант взаимодействия телефона, айфона с вашим, в том числе, и другими iOS-устройствами и OS X Yosemite, о чем я пытаюсь вам сказать, теперь возможно звонить с вашего мака или айпэда, и кроме всего прочего, синхронизируется в iMessage в ваши сообщения, те самые простые зеленые смс-ки, казалось бы, ну, достаточно простая фишка, да, что такое смс-ки на маке, да, вы теперь с мака можете принимать и отправлять смс-ки, но это настолько упрощает жизнь, тем не менее, я не могу в полной мере оценить это, потому что у меня в моем окружении практически у всех айфоны или какие-то айдевайсы, и я переписываюсь через iMessage, но тем не менее, на мой взгляд, это реально круто, это многим будет полезно, особенно в корпоративном секторе, а Apple в очередной раз сделала нехилый реферанс в сторону бизнеса, типа, ребята, в Fortune 500 мы занимаем 98%, все компании из Fortune 500 98%, окей, работают так или иначе на iOS девайсах, наша задача вот эти 2% тоже заграбить к себе, ну и вот они их радуют всевозможными такими решениями, кроме всего прочего, вы теперь можете звонить со своего мака, используя iPhone, если они находятся опять же в одной сети, через iCloud это все делается, то есть там есть теперь специальная настройка, добавляете возможность звонить, телефон валяется где-то в другой комнате на зарядке и вообще непонятно где, вы можете со своего мака позвонить кому угодно, потому что контакты у вас давно есть, они опять же синхронизируются через iCloud, все просто и понятно, но и круче то, что вы можете звонить например, в какие-то интернет-магазины, вот я для себя вижу это в таком ключе, то есть ты сидишь, выбираешь какой-нибудь, я не знаю, там товар, на том же марке.yandex.ru и такой типа, так, надо узнать наличие, бам, звонишь, и тебе нужно тащиться за телефоном, это не сложно, это ничего страшного, но это какие-то дополнительные движения, теперь ты можешь не парясь, просто нажать кнопочку, даже не кнопочку, а он автоматически распознает номер, нажимаешь набрать и звонишь, в общем-то, как по FaceTime Audio, да давно доступно на OS X, это здорово. Кроме всего прочего, теперь можно звонить с iPad, мы с вами помните стебалек Galaxy Tab, которые, ну, внедрили в том числе эту фишку, что можно звонить с планшетов, теперь с iPad тоже можно позвонить, опять же, если iPhone валяется где-то рядышком, на мой взгляд, это все фишки, которые, ну, скажем так, не сильно упростят вашу жизнь, именно как некое вообще корр решение, но которые добавят немножко больше возможностей, немножко больше смысла в вашу жизнь, такие вот базовые вещи, на самом деле, я, конечно, смеюсь, но идея в том, что, мне кажется, это будет здорово, это нужно будет попробовать, вот это как раз нельзя сейчас продемонстрировать в обзоре, потому что не работает, заведется, наверное, в ближайшем будущем, возможно, со следующей бетой, и, кстати, возможно, что на следующей неделе уже появится, на следующей неделе, я имею в виду, это у нас будет 16 число, и далее, появится возможность установить iOS 8 Beta 2, про Yosemite не скажу, но для Yosemite, если вы ждете, есть возможность зарегистрироваться в бета-тестинге, но при этом это открытое бета-тестирование, компания запустила этот сервис еще для OS 10 9, и, видимо, они его в том числе тестировали, и теперь вы можете подать заявку, вам как только выйдет стабильная, нормальная бета-версия OS 10 Yosemite, вы сможете ее скачать, установить, попробовать и решить для себя, нравится, не нравится, хотя это не очень понятно, потому что сама OS 10 Yosemite, как и до этого Mavericks, будет абсолютно бесплатно распространяться через App Store, как только выйдет, скачали, все здорово, поэтому ставить бета-версию всегда несколько стрёмно, просто потому что она может загадить вам компьютер, она может убить какие-нибудь программы, которыми вы пользуетесь, само собой, собственно, бета дается для разработчиков для того, чтобы они подтянули свой софт к релизу, ну, особо классные разработчики начинают это делать на первых стадиях, особо одаренные это успевают сделать к релизу, когда выходит Yosemite, да, там в сентябре, бам, и уже куча приложений готовы работать с новой операционной системой, с ее возможностями, в том числе перепиливают дизайн интерфейса под новые какие-то плоские решения и так далее, и так далее. Это хорошо, не все к этому, в общем-то, готовы, не все к этому стремятся, некоторые обновляют свои приложения очень-очень спустя какое-то время, но, еще раз, это зависит от отношения разработчика или там издателя или компании к своим пользователям и аудитории. На мой взгляд, это нужно делать, то есть нужно вот упереться рогом и выпускать обновление к выходу новой операционной системы, это показатели качества и в том числе, как я уже сказал, отношения. Так вот, сможете зарегистрироваться, если захотите, попробуйте, но в том числе я рекомендую ставить бета-версии Yosemite и вообще любую другую операционную систему, конечно, в отдельный раздел, не повторяйте мои ошибки, не накатывайте систему поверх текущей, потому что откатить ее без бэкапа нельзя, а я в один раз сделал такую глупость, я не помню, еще, наверное, в 10-8, что-то мне вот приспичило поставить, и я такой бам, и такой блин, и ничего не работает, драйверы, видеокарты за пароли, соответственно, дискретная графика просто не работает, на штатный, встроенный, как вы понимаете, далеко не уедешь, и такой блин, 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 пришлось мучиться, потому что откатиться без потери данных не получилось. Теперь я ставлю в отдельный раздел и не парюсь, а вы все еще кипятите, тогда мы идем к вам. Переходим к следующему, в общем-то, главному событию iOS 8, опять же, очень странные люди писали мне, что iOS 8 не будет, чувак, будет как на Андроиде, да, они уже приучили нас к тому, они имеют в виду Google, что Андроид мажорно обновляется не так часто, и вот уже несколько лет версия 4, и там дальше начинается история 4.4.1, 4.2, на мой взгляд, это, ну, почему нет, хозяин барин, каждый делает, как ему нравится, компания Apple каждый год выпускает следующее обновление, мажорное iOS 6, 7, 8, хотя, еще раз, на мой взгляд, обновление между iOS 5 и 6, например, не чита тому, что мы получили iOS 7, 8, да, многие такие, вот, шестерка была отлажена, семерка такая багнутая, там все не так здорово, ребят, ну, очень просто, 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 потому что iOS 6, по сути, это переработа на iOS 4, 5 и так далее, то есть, это не какая-то феноменально новая операционная система, по дизайну она оставалась таковой вообще с момента выхода, дальше допиливались какие-то возможности, iOS 7, хотя, на мой взгляд, лукавит компания Apple, говоря, что это полностью с нуля переписанная операционная система, это не совсем так, но, тем не менее, это абсолютно новый продукт, и поэтому, конечно, там больше сложностей, больше всяких мелких неувязок, и все такое прочее, но, iOS 8 делает гигантский шаг в развитии именно операционной системы, хотя, такого скачка, как при переходе с iOS 6 на iOS 7 мы, само собой, не получили, остался прежний дизайн, вот этот самый плоский, который, на мой взгляд, уже многие полюбили, серьезно, мне кажется, что, знаете, ора о том, что iOS 7 такая страшная, iOS 6 была такая мимими, и такие программки, все вырви глаз, кровь из ушей, она не совсем соответствует действительности, потому что, ну, как бы вот, все нормально, я реально, не то чтобы привык, а реально ощущаю, что, ну, все стало здорово, все стало просто, понятно, красиво, в том числе, в общем, я никаких дискомфортных ощущений по поводу того, что iOS 7 такая вся из себя не скиломорфичная, не ощущая, так вот, iOS 8 в этом смысле недалеко ушла, это доработки юзер-интерфейса, там, где это нужно, там, где какие-то белые пятна были, там, где какие-то странные пустые места, теперь они заняты, не менее странными вещами, я вам не буду рассказывать о всех возможностях iOS 8, по одной простой причине, на канале есть 15-минутное видео, которое так называется, полный обзор iOS 8, где я достаточно лаконично, быстро объясняю, рассказываю все, что там представили, и глупо было бы на этом еще раз акцентировать ваше внимание, посмотрите видео, и сможете составить свое впечатление об iOS 8, однако сделать это получится достаточно поверхностно, потому что, знаете, это реально вершина айсберга, самое интересное, находится там, внизу где-то, да, там, где находят такие зеленые человечки, именуемые разработчиками, обитают, они делают софт, они делают API, они делают, вернее, API они не делают, они их используют, но тем не менее, вы, в общем, получаете фишку того, что все самое интересное мы получим в сентябре, или в октябре, даже скорее, или даже к концу года, когда выйдет это самое iOS 8, и начнет появляться софт, написанный под новую операционную систему, на этом и стоит остановиться, главное, что мы получили в iOS 8, это то, что приложения продолжают жить в своей песочнице, но при этом они с помощью виджетов, расширений, могут общаться друг с другом, и вылезать за пределы вот этого своего загончика, теперь разработчики получили возможность добавлять виджеты в центр уведомлений, наконец-то, многие этого ждали, это, на мой взгляд, было ожидаемо, то есть виджеты, те самые, которые люди ждали уже очень давно, они будут доступны, и разработчики смогут это делать, пожалуйста, ставьте, добавляйте то, что вам нужно, я думаю, что пара-тройка будет более чем достаточно, я вообще не очень понимаю, вот серьезно, давайте так поразмышляем, с одной стороны, дали возможность добавлять виджеты в центр уведомления, а дальше я такой думаю, блин, а какие виджеты я хочу видеть в центре уведомления, да и вообще, как бы, мне кажется, сам институт виджетов, он преувеличен, его значение преувеличено, и он не так интересен, как многим хотелось бы, ну погода, погода там и так есть, ну что еще, ну не знаю, там последние три твита каких-нибудь, то нахрен не нужно, если я захожу в твиттер, я это так увижу, а последние три мне не нужны, календарь есть, что еще, акции какие-нибудь, они тоже есть, и в общем, может быть, я просто в силу своего скудаумия не могу придумать туда ничего особо интересного, но на демонстрации показывали спортивный виджет, который показывает последний счет команды, ну наверное окей, да, вот это более-менее, ну еще может быть, так вот со скрипом я пяток наберу, но в целом я не считаю, что это какая-то кардинальная, знаете, история, без которой iOS прям была не iOS, и вообще не операционной системой, а так сбоку что-то, поэтому окей, пускай будет, но в большей степени интересно расширение, которое, например, позволит добавлять разработчикам свои какие-то интересные решения в тот же Safari, и на демонстрации показывался Bing переводчик, который интегрирован в Safari, и заходя на страницу, язык на который вы не понимаете, например, японский, вы открываете эти самые расширения, включаете Bing перевод, и он вам автоматически переводит всю страницу, в том числе, был показан принтерест, который позволяет со страницы что-то скинуть в вашу, например, коллекцию, и вот в таком режиме это более-менее интересно, потому что на iOS есть тот же iCap Mobile браузер, который обладает какой-то хреновой тучей этих самых расширений уже, и попробуйте, если хотите, он, правда, стоит там доллар-два, но на самом деле очень мощный браузер, и если вам нужны вот эти все приблуды, то он вам будет очень в руку, и я многим-многим пользуюсь, и вы знаете, оказалось, что это здорово, то есть эти расширения, они как в большом браузере Safari или в большом Chrome помогут вам лучше понять те или иные моменты, или понять-то там особо нечего понимать, идея в том, что вы можете, например, синхронизировать закладки через расширение Chrome со своим браузером Safari, и наоборот, и еще какие-то истории, то есть вот это общение между программами на новом уровне, оно позволит, ну, операционной системе стать более такой, удобный что ли, да, то есть не могу сказать, что более умный или более там функциональный, но удобный, потому что это, это нужно было, ну, и, конечно, отголоском вот этой возможности расширения виджетом становятся альтернативные клавиатуры, которые впервые за всю историю, в общем, айфонов, айфонов и так далее появляются на операционной системе от Apple, вы сможете поставить тот же Swift, тот же Swipe, тот же еще что-нибудь, и, нет, Swift это не то, не то сказал, Swift Flexi, Flexi, да, Swipe и Flexi и другие клавиатуры, и использовать их вместо стандартной, которая стала тоже чуть-чуть умнее, с iOS 8 она научилась предугадывать ваш набор, причем на демонстрации показывали очень крутые истории, он еще и самообучаемый, при этом за рамки телефона это все не выходит, но он еще и в контексте приложений умеет понимать, что вы хотите сказать, если это переписка в мейле, то скорее всего это какая-то деловая история, вы пишете достаточно такие, ну как скажем, сухие фразы, если вы переписываетесь в iMessage, скорее всего это друзья, например, или вообще в трейде просто друзья, и он понимает, что это совсем другие слова должны быть, и в общем пытается под вас подстроиться, но работает пока на нескольких языках, исключая русский, к сожалению русский не получили, зато дали вот эту самую диктовку на русском, и опять же люди на андроиде смеются, типа ребята у нас это было с андроид 2 там какого-то лохматого года, и наверное да, но при этом еще раз, здесь вот эта вот история сирии, она имела место быть, именно поэтому русской диктовки мы давно не видели, на iOS в виде собственно английского, в понимании английского языка, а это работает дай бог памяти с 2011 года, поэтому в общем никаких проблем с этим на iOS тоже не было, но вот теперь дали русскую диктовку, работает на самом деле здорово, я не могу сказать, что вы набьете, вернее наговорите туда много чего интересного, но какую-нибудь фразу бросить, просто чтобы ответить быстро смс, вполне достаточно, ну и это наверное просто дополнительная плюшка, которая должна быть, и это хорошо в поиске, нормально работает, еще где-то, единственное, что не умеет, ну собственно это бага вообще всех этих распознавалок, переключаться с русского на английский, да, то есть если вы пытаетесь найти что-то в том же App Store, то сделать это будет достаточно сложно, хотя никто не отменяет возможности переключиться на английский язык, и попытаться сказать это все на английском, но в том числе русская диктовка имеет место быть, и в общем я вижу ее варианты задействования в своей повседневной жизни, хотя это не что-то такое вау-вау, а вот новая клавиатура вполне можно будет попробовать, мне кажется, что тот же Swipe или тот же Flexi вполне себе, можно будет потестировать, насколько это здорово, возможно появится под iOS еще большее количество всяких клавиатур, которые позволят вам, ну насладиться новым уровнем ввода информации на вашем устройстве, в том числе возможно это и еще один, ну знаете как, наверное плюсик в сторону слухов об iPhone 6 увеличенном, да, то есть новые клавиатуры позволят, ну как-то передизайнить ввод, в том числе с учетом увеличенной диагонали экрана, например, да, и в том числе, например, для часов, если там такую возможность дадут, новые клавиатуры от сторонних разработчиков тоже позволят это делать, то здесь надо рассматривать все это в комплексе, и это не потому, что Apple догоняет Android, и вот не было несколько лет этих самых сторонних клавиатур, тут на тебе дали, а Android это уже давно есть, это надо рассматривать именно вот в таком вот общем ключе, и тогда становится понятно, зачем компания это делает, и более того, клавиатура еще раз, это просто отголосок виджетов, расширение и вообще новые концепции работы приложений внутри системы iOS, именно поэтому это стало доступно и возможно, именно поэтому это никак не влияет на защищенность данных, и так далее, компания в очередной раз делала большой упор на счет того, что мы очень серьезно озабочены вашими приватными данными, вашей личной информацией, и мы сохраняем, защищаем, ничего никуда не передаем, ребята, все окей, все найс, и это здорово, опять же, мне просто приятно со стороны пользователя, что компания об этом серьезно думает, я еще раз повторюсь, что у меня нет в телефоне, в планшете вообще где-либо какой-то информации, ради которой мне стоило бы убиться в случае, если она пропадет, или из-за которой я стал бы страшно краснеть, ну что такое коллекция порнографии на несколько терабайт, господи, в интернете этого достаточно, поэтому, в общем, я не сильно парюсь, но когда компания очень серьезно к этому относится, и как бы говорит, ребята, мы понимаем, что вы в этом очень не очень интересуетесь, кстати, была недавно информация, что у хакеров пароли такие же дебильные, как у основных пользователей, типа QWERTY, 12345, они особо не парятся, поэтому, ребята, никто особо не парится, но вот окей, вот так вот это будет работать, мне кажется, это здорово, виджеты расширения, и, я вам расскажу об опыте эксплуатации, уже больше недели получается, я хожу, ну не больше, но ровно неделю, окей, я хожу с этой самой операционной системой от Apple iOS 8 Beta 1, она, например, достаточно глючная, она, хотя нет, уже больше недели, да, да, что-то я вру, вторая неделя пошла, именно поэтому есть вполне резонная мысль по поводу того, что скоро выйдет Beta 2, обычно, особенно в первых бетах, время между релизами как раз исчисляется вот таким вот календарем, господи, какую хрень я несу иногда, ну ладно, так вот, походил я с iOS 8 Beta 1, не советую ставить, потому что все багнутое, все глючное, несмотря на то, что с точки зрения интерфейса не сильно все изменилось, при этом есть, конечно, какие-то заморочки, более того, очевидно, что с приходом следующих бет будут внесены еще больше изменений и в интерфейс, и в возможности самой операционной системы, и какие-то добавления фишечек, и приведение все в какой-то божеский вид, потому что, например, на странице iOS 8 им показана звонилка, вернувшаяся к тому, что было в iOS 7, когда полная фотография на весь экран, сейчас этого пока нету, с приходом iOS 7.1 у нас, возможно, задобрали, теперь какой-то стремный кружочек, который всех сильно раздражает, хотя у меня, честно сказать, всего пара-тройка контактов, у которых вообще есть фотографии, меня это не сильно парит, но людей почему-то задело, окей, так вот, им скоро дадут обратно возможность устанавливать большую картинку на весь экран, чтобы они смогли любоваться лицом звонящего, пока в бете этого нету, очевидно, что это появится во второй, третий, четвертый в релизе, непонятно, находят какие-то коды или какие-то, знаете, куски кода, которые позволяют что-то делать, но этого пока нету, например, в коде iOS 8 нашли такие следы многооконности, например, на том же iPad, был большой слух, что Apple позволит на iPad'ах запускать два или более приложения одновременно, когда вы сможете это делать примерно как на Windows или как на Android'ах, некоторых реализованы, особенно на линейке Galaxy Pro от того же Samsung'а, то есть, ну, понимание того, что мы пытаемся планшет превратить в компьютер какой-то, мне это не очень здорово, не очень интересно, более того, есть Tweak, Jailbreak, OS X10 Experience, по-моему, называется, и он позволяет, в общем, сегодня это делать без особых заморочек, и мне очень понравилось, знаете, мнение одного из, ну, авторитетных товарищей, по-моему, с сайта Cult of Mac, который написал, что попользовался я этим OS X10 Experience, и, короче, никакого кайфа от возможности работать в двух одновременных приложениях не получил, ну, казалось бы, базово, да, что я хочу, я, например, хочу открыть Safari и Twitter, и вот фигачить туда-сюда, но в итоге это все отвлекает, в итоге это абсолютно никак на компьютере, и по большому счету какой-то продуктивности или улучшения ваших рабочих характеристик это не привносит, и, в общем, по большому счету все это колхоз-колхоз, поэтому фиг знает, будет хорошо, не будет, еще лучше, я серьезно не считаю проблемой быстренько переключиться, у вас есть 4 пальца свайп, тын-дын, между приложениями, и все это хорошо и быстро работает, то есть лучше довести до ума вот это переключение между приложениями быстренько, тин-дин-дин, чтобы все было красивенько, плавненько и замечательно, и между чем делать вот это пытаться два приложения одновременно, при этом, соответственно, полезная площадь каждого приложения уменьшается, короче, ни то ни сё, мне кажется, что не стоит в эту сторону гнаться, но вот видите, в бете этого пока нету, более того, на презентации об этом ни слова не сказали, но какие-то коды, какие-то хвосты остались, более того, в Yosemite нашли, например, коды центра управления, который пока там недоступен, центр уведомлений уже есть достаточно давно, а вот центр управления некий аналог, вроде как должен появиться в OS X Yosemite, но, вы знаете, уже сейчас есть нечто подобное от сторонних разработчиков, благо OS X всё-таки полноценная, ну не полноценная, всё-таки открытая, скажем так, операционная система, в каком-то смысле, он может туда нахреначи, чем хочется, и центр управления у меня уже есть, там, за 3 доллара, например, но я его поставил, открыл один раз и забыл, нахрен не нужен, потому что в операционной системе на компьютере совсем другая логика управления всеми элементами, и то, что хорошо на мобильном устройстве, не обязательно будет хорошо на устройстве полноценном, десктопе и так далее, потому что, например, тот же центр уведомлений сегодня на Yosemite, это достаточно жалкое зрелище, кстати, туда тоже засунули виджеты, теперь у вас есть возможность зафигачить туда калькулятор, и вы можете быстро четырьмя пальцами смахнув вправо получить доступ к калькулятору, не очень понятно, потому что смахнув четырьмя пальцами влево я сегодня имею ровно то же самое, вернее, хотя наоборот, влево это как раз центр управления, вправо это вот этот центр виджетов, который меня абсолютно не парит, и на все, что нужно, я могу накидать, то есть это какое-то, знаете, переливание из пустого в порожнее, поэтому я не совсем гонюсь за этим, я не очень понимаю это, и мне это не очень интересно, так вот, скорее всего, в iOS 8 мы увидим еще какие-то интересные решения, о которых сегодня просто неизвестно, но для этого нужно подождать несколько бет, а благо до выхода в сентябре, скорее всего, нас еще ждет, ну как и с iOS 7, 4-5 бета точно будет, так что ожидаем, ожидаем, буду рассказывать, если сегодня выйдет, например, какая-нибудь беточка новая, то обязательно вам об этом расскажу и покажу, и все новости и какие-то нововведения освещу, но пока могу сказать, что из интересного, то что мне вот откровенно нравится в новой iOS 8, это возможность быстрого доступа к контактам в меню многозадачности, вот это пространство сверху, особенно в iOS, в смысле, в iPhone 5 и так далее, которое, да, вот пошире все-таки экран стал побольше, повыше, там это было особенно заметно, в iPhone 4 и 4s не так, но там теперь можно быстренько набрать номер, на самом деле это тоже, знаете, серия была, не была и ладно, стала и хорошо, то есть я не могу сказать, что это какой-то прям охрененный вау, но это здорово, все, больше ничего в iOS 8 такого, что сегодня бы меня бесконечно радовало, нету, то есть в основном это глюки, баги, ничего не работает, камера добавилась, окей, сообщения добавились, новые, окей, но пока это все-таки мелкие какие-то решения, которые в общем на какое-то полноценное, такое серьезное восприятие системы не особо влияют, и поэтому я такой типа, ну ладно, ну окей, надо смотреть, когда это будет работать уже в более-менее законченном виде, потому что сегодня еще не все работает даже так, как показывали на презентации, о чем я в самом начале начал говорить, возвращаясь к фишечкам, iOS 8 будет работать на iPhone 4s, 5, 5C, 5S, iPod Touch, пятого поколения, iPad 2, 3, 4, iPad mini, iPad mini с ретиной и Air, то есть по большому счету выкинули у нас из девайсов только iPhone 4, вот так вот, наверное, надо было сказать, iPhone 4 уже с большой натяжкой тянул iOS 7, поэтому скип по iOS 8 был достаточно ожидаемым, но это произошло и хорошо, iPhone 4 все-таки уже с 2010 года, ну по большому счету это одногодка с iPad 1, который вообще дропнули очень давно, ну ожидалось, что это рано или поздно должно случиться, вот это случилось, но iPhone 4, конечно же, все-таки достаточно масштабно распространенное устройство, и вот, собственно, многим будет обидно, но я уже давно говорил, что iPhone 4 пора менять еще в конце прошлого года, и сегодня iPhone 4s это минимальное устройство, которое вы можете купить для того, чтобы насладиться следующей операционной системой iOS 8, при этом я почти уверен, что в отличие от iOS 7 на iPhone 4, все было очень-не очень, iOS 8 на iPhone 4s будет работать хорошо, потому что на чипе А5 у компании несколько сегодня устройств, это и iPod Touch 5 поколения, это и iPad Mini, и это iPad 2, то есть, есть где развернуться, поэтому я не думаю, что компания позволит себе выпустить неоптимизированную под эти устройства операционную систему, и получается, у нас с вами сегодня есть два устройства с диагональю 3,5 дюйма, у нас с вами есть не ретинное разрешение на iPad, есть ретинное разрешение на iPad, и есть 4-дюймовые устройства, то есть, несколько больше девайсов появилось с поддержкой iOS 7, остается, они были с iOS 7, остается под iOS 8, при этом, у нас еще есть слухи про следующий iPhone 6, который будет 4,7 или 5,5 дюйма, но, соответственно, немножко появляется большее количество экранчиков, большее количество устройств с разными диагоналями и разрешениями, но при этом, это все равно не сопоставимо с тем же Android, где там в разы и разы все это больше, но, вот такая вот история приключилась, поэтому обновляйтесь сегодня, если у вас iPhone 4 до iPhone 4s как минимум, вообще с iPhone 4 на 4s я бы не советовал прыгать, потому что это достаточно мелкий такой скачок, минимум iPhone 5, а лучше 5s или 5s, тем более, я еще раз повторяю, что 5s, само собой, максимальное количество фишек получит, не факт, что все, возможно, что-то приберегли специально для iPhone 6, как это обычно бывает, но при этом, 5s с выходом 5s, шестерки не превращается, как я люблю говорить, в тыкву, все с ним будет хорошо, будете пользоваться и наслаждаться, цена на сегодня более-менее, чем адекватная и, что самое замечательное, iPhone 6 поступит в продажу в сентябре, скорее всего, и будет доступен так вот нормально, ну, ближе к концу года, а лучше в начале 2015, поэтому, купив сегодня iPhone 5s, вы еще можете совершенно спокойно более чем полгода пользоваться абсолютно замечательным девайсом, который более чем актуален и, короче, горе не знать, а потом уже обновиться на iPhone 6, если вам очень захочется, а возможно, вам не очень захочется, здесь нужно будет посмотреть, что компания покажет. Очень много бадхерта в интернете сегодня по поводу вот этих макетов, которые наводнили YouTube и прочие площадки, пластиковые ужасные, люди такие, ваа, какой ужасный дизайн, как все плохо, какой был хороший iPhone 4, какой классный iPhone 5, и вот это что за гадость, Джонатан Айф вообще упоролся, и скуксился, и все с ним плохо. Могу сказать, что ровно такие же слухи, в смысле, ровно такие же возгласы я слышал и с анонсом, первыми фотографиями iPhone 5, вернее, и, в общем, это такая, знаете, песня, которая никогда не закончится, люди абсолютно недовольны тем, что видят, потому что плохие фотографии, потому что плохие макеты, китайцы делают пластик так себе, все там тяп-ляп, жуткая камера какая-то, знаете, в виде заглушки, жуткие полосы, которые, скорее всего, будут аккуратными и хорошими, но при этом дизайн iPhone 6, скорее всего, уже на, ну, 99% я уверен, будет именно таким, который мы с вами сегодня видим. Кто не понимает, о чем я говорю, зацените последний Apple Leaks, там об этом есть, и более того, в ближайшем будущем планирую сделать еще выпуск, потому что накопилось у таких вот служков, о которых есть смысл рассказать именно в видео. Но, еще раз, не стоит судить об iPhone 6 по вот этим макетам и первым фотографиям, и даже рендерам, которые тоже не всегда отличаются качеством проработки деталей. Короче, когда выйдет и когда нам покажут это со сцены, отвечаю, будет абсолютно другой фон в интернете, потому что, еще раз, Джон Дон Айв пока фейлов не допускал, и все, что он делал, в большей части, это отличное устройство. В большей части, просто потому что, ну, есть достаточно спорные, типа Mac Pro, хотя не отменяет их эстетической красоты и общего, в общем-то, инженерного искусства, потому что там все очень-очень круто, но при этом девайс сам по себе весьма такой странный, да, необычный, что за, что это вообще. Но, тем не менее, в общем, едем дальше. По iOS 8 вам в двух словах рассказал, еще раз полный обзор смотрите на канале, там все это есть, вы сможете быстренько сориентироваться, что из себя представляет новая операционная система, что вас ждет в большей части в сентябре, и еще раз напоминаю, что ставить я бы ее не рекомендовал, просто потому что лагает и все не здорово, и она предназначена для разработчиков, которые уже получили новый Xcode, уже получили новые инструменты и уже адаптируют свои приложения под возможности этой операционной системы, именно это будет интересно в большей степени нам с вами, когда она выйдет, потому что там появится, например, новый App Store, который, ну, прикольный, да, сегодня там ничего не работает, то есть там будет новый, ну, более-менее умный поиск, потому что сегодня сильно огорчает, когда вы ошибаетесь в названии приложения, буквально на одну букву в App Store просто встает колом и не понимает, что вы от него хотите, соответственно, таких приложений, извини, нету, ну, само собой, Google Play, поскольку он использует поиск Google, он в этом смысле более умный, и Apple надо догонять этот показатель, нагонять свои, в общем-то, результаты, и вот они это и делают, потому что они купили несколько стартапов, которые этим занимаются, они дали разработчикам TestFlight, который позволит на лету, собственно, испробовать бета-версии, приглашать туда пользователей, выпилили, кстати, оттуда Android, сделали его бесплатным, пожалуйста, пользуйтесь, то есть Apple в этом смысле много чего делать для разработчиков, в том числе, и по поводу App Store, да, например, изменили горизонтальную, горизонтальный скроллинг при поиске на вертикальный, слушайте, раньше он был вертикальным, потом стал горизонтальным, теперь снова вертикальный, хрен его знает, при этом карточки остались, и не очень понятно, в итоговой версии он будет таким или нет, что касается нового поиска, заявили, что там будет еще и помощь в поиске, если вы пишете карты, он вам может быстренько подсказать какие-то еще мысли, которые могут вам прийти в голову, но при этом сегодня это вообще ничего не работает, кроме всего прочего, в App Store теперь появится возможность указывать, вернее, добавлять видео в свои маленькие коротенькие ролики, в свои описания к программам, кроме всего прочего, по-моему, теперь рейтинг сквозной, то есть не как раньше, к каждой новой версии, рейтинг обновлялся, и это использовалось многими недобросовестными разработчиками, которые выпускали постоянно какие-то минорные обновления, типа там 1.1, 1.2, 1.3, и при этом обнуляя рейтинг предыдущей версии, плохой, да, там 1 звезда, что за программа, сегодня все это идет для всех, и если у вас программа плохая, и постоянно получает 1 звезду, как бы вы ее не обновляли, это сильно не изменится, поэтому вот такие вот штучечки добавляются, но в очередной раз можно сказать, что пока ничего не работает, пока все плохо, и ничего от этого ждать тоже не ясно, наверное, надо дождаться как раз запуска и нормальной работы, и тогда все будет хорошо, тогда будет предмет для разговора, тогда мы в очередной раз к этому вернемся, и посмотрим, как это повлияет на продажи приложений, продажи вообще в App Store, всего, что там есть и так далее. Swift, новый язык программирования, который разрабатывался около 4 лет, и кстати, в очередной раз мы возвращаемся к мысли, что многое из того, что сегодня показывает компания Apple, было так или иначе запущено, или стартовало при Джобсе, да, 2010 год, и мы с вами понимаем, что Джобс к многому приложил руку, даже из того, что сегодня только-только анонсируется, и многое из того, что еще будет показано, так или иначе, скорее всего, Джобс там в каком-то ключе присутствовал, да, либо одобрил, либо начинал это разрабатывать, либо еще что-то, было бы очень здорово, если бы на анонсе iWatch вставили какую-нибудь цитату Джобса, или вообще ролик с его участием, это было бы прям вау-эффект на over 10000, язык Swift, новый язык программирования, который будет доступен разработчикам под iOS, вы знаете, ну не только под iOS, я думаю, что в ближайшем будущем Xcode и вот это все будет доступно, в том числе и на OS X, мне кажется, помните слухи про ARM MacBook, ARM iMac, мне кажется, вот это все в ту сторону, язык программирования включил в себя все хорошее, что есть в других языках программирования, простой, понятный, доступный, я не разработчик, поэтому объяснить это толком не смогу, но, кстати, я тут недавно посетил подкаст «Как делают игры», собственно, можете посмотреть, я не помню, какой выпуск, но, в общем, недавно, последний или предпоследний, там, в общем, мы обсуждали эту тему достаточно профессионально, и люди, которые разбираются, давали свою оценку, в общем, пришли к мнению, что это очень крутой язык, если вы пишете приложение под iOS, если вы делаете кроссплатформенное решение, то, скорее всего, не совсем подходит, потому что придется переносить это приложение на другую платформу, используя другой язык, но, тем не менее, это шаг очень серьезный со стороны Apple, это было одним из главных удивлений Worldwide Developers Conference 2014, все-таки, ну, ни хрена себе, вот это бомба, и по реакции разработчиков, сидящих в зале, можно было понять, что это реально очень крутая штука, поэтому все такие, ваа, это здорово, это хорошо, про это, про Swift не буду особо разгоняться, именно потому, что я не очень в этом понимаю, были представлены инструменты, которые позволят разработчикам делать крутые штуки, во-первых, это iCloud Drive, теперь, если приложение использует какие-то серверные решения, то Apple предоставляет бесплатно, с какими-то лимитами, ну, то есть, за какие-то денежки вы сможете получить еще лучше, еще больше функционала, возможности, вы теперь можете это делать на стороне Apple, опять же, разработчики сходятся во мнении, что если вы делаете тупо iPhone приложение, то это будет очень здорово, если это все-таки решение для Android, для Windows Phone, то это не подходит, но это в том числе очень здорово для молодых разработчиков, которые сегодня понимают, что у них нет ресурсов делать кроссплатформенное приложение, у них нет возможности, желания и так далее, как было на самом деле долго с тем же Instagram, как было долго с еще кучей крутых приложений, которые были доступны iPhone only, например, и сегодня вы сможете это сделать намного комфортнее на языке Swift, используя iCloud Drive, почему нет, здорово, кроме всего показали HealthKit, и в том числе в iOS 8 появилось приложение Health, его прочили как HealthBook, в итоге нет, просто Health, это, ну в общем, то, что и ожидалось, агрегатор всей информации о вашем здоровье, в том числе с учетом ваших статичных данных, то есть вы можете прописать туда свой цвет глаз, свой рост, свой вес, свой возраст и прочие данные, и кроме всего прочего, как раз через HealthKit, через инструмент для разработчиков, он может получать информацию из других приложений, которые будут делиться с основным вот этим Health, на самом деле это здорово, то есть у вас есть умные весы, которые взвешивают вас, они добавляют ваш вес в Health, у вас есть трекинг, типа Nike Fuel Band, или Jabon Up, или еще что-то, и вы можете, соответственно, какие-то данные добавлять туда, у вас есть возможность все это расшарить на экран блокировки, это очень здорово, теперь в кнопке SOS, когда вы заблокированный телефон пытаетесь разблокировать на пароле, там в левом нижнем углу есть кнопочка SOS, если вы нажмете, там появится иконка медкарта, если вы дали доступ, и нажав на нее, человек сможет понять, что с вами случилось, представьте, человек упал в обморок, ему плохо, или еще какая-то штука неприятная приключилась, что называется, не дай бог, но у него есть в кармане телефон, вы достаете, бум-бым, и понимаете, что у него аллергия на какие-то лекарства, еще что-то, у него вообще там в общем, с ним надо делать то-то, то-то и то-то, очень полезная и нужная информация для врача, кроме всего прочего, через HealthKit многие клиники, которые в эту тему впишутся, смогут получать информацию удаленно с вашего устройства, врач сможет следить за вашим здоровьем, за вашим весом, за какими-то еще историями, и опять же, придя в поликлинику или в какое-нибудь медучреждение, вам не нужно заводить новую карточку, анамнез, все это доступно через ваш айфон вот здесь и сейчас, в этом смысле странно, что Health доступен только на айфоне, мне кажется, что и на айпаде он был бы более чем, ну, интересен, да, потому что, ну, как бы, вот здесь иногда я не понимаю, Apple, почему Health только на айфоне, но возможно, это опять же мостик iWatch, который будет сильно интегрирован, в том числе с айфоном, и вот здесь как раз Health будет собирать информацию с iWatch, который будет передавать там давление, уровень сахара в крови, об этом, кстати, тоже говорили, что есть какие-то патенты, разработки, которые позволят без прокалывания все это получать, если это будет так, то это просто бомба, и реально, вот, наверное, самое громкое оно в последних лет, и тут можно вспомнить слова Эдди Кью на последней конференции Code, когда он говорил, что в ближайшем будущем компания покажет просто лучший девайс за последние 25 лет, очень смелое заявление, потому что за последние 25 лет это и айподы, и айфоны, и айпады, да, то есть это что-то, что должно перекрыть по значимости вот эти все девайсы, так что предпосылки очень крутые, Health сегодня еще сложно понимаемый, наверное, продукт, который очень-очень имеет большой функционал и потенциал, нужно будет посмотреть, нужно будет с ним пожить, насколько его поддержат разработчики, насколько это все будет интегрировано в нашу с вами повседневную жизнь, веря в мощности и возможности Apple, я надеюсь, что это будет работать, потому что все другие предложения от конкурентов, они, как правило, упираются именно в абсолютное пассивное поведение разработчиков, которые такие, ну да, есть там S-Hails, ну и нахрен он нужен, или там еще что-нибудь, никому это не надо, у Apple сегодня продолжается история, что эта компания законодатель мод в каком-то смысле, и сегодня она имеет наибольшую поддержку со стороны разработчиков приложений и со стороны разработчиков и производителей аксессуаров, не под одно, а другое устройство, как под iPhone, такого количества про чехольчики я вообще молчу, а именно гаджетов совместимых вы не найдете, поэтому, собственно, верим, 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 я надеюсь, что появятся и дополнительные гаджеты, и софтовые решения, и в Health я очень верю, то же самое, ровно то же самое произошло с тем самым iPhone, который превратился в HomeKit, теперь вы можете, если вы разработчик, сделать iPhone центром притяжения всех ваших разработок, и все, что вы внедрили в умный так называемый дом, сможет быть востребовано на вашем iPhone, на мой взгляд, это опять же очень круто, когда iPhone вообще превращается в такой некий компьютер в себе, вещь в себе, которая является центром всего, здоровья, дома, машины, в машине CarPlay, дома HomeKit, Health, и вот это все, то есть, я как раз и говорил, когда Health, это цифровой наркотик, все это реально подсаживает вас на экосистему Apple, и вы такие с дорожащими руками, типа, HomeKit, умный дом, вы можете закрывать дом, например, через приложение, вы можете управлять умными какими-нибудь кондиционерами с помощью приложения, когда вы включили его с работы, и приходя домой, попадаете уже в прохладу такую правильную, да, или еще что-то, в общем, вот это все позволит вам серьезно улучшить свою жизнь, это не скажем, что вы не станете как бы жить сильно лучше, или это не изменит вообще ваше ощущение по жизни, но при этом это сделает многие вещи проще и удобнее, и именно поэтому здорово, что компания Apple не стремится делать это все собственными усилиями, есть LG, которые делают классные микроволновки, есть Samsung, которые делают классные холодильники, и они смогут это все интегрировать в свое устройство, они будут это делать, потому что это в том числе влияет на продажи их же устройств, и Samsung как бы цвет клином на Android тоже не сошелся, и на своей Galaxy, если iPhone будут продавать их холодильники, они будут это делать, потому что в том числе у них это все разделено по разным департаментам, которые сами ну как бы с друг другом конкурируют, и здоровая конкуренция рождает очень качественное решение, что мы с вами как потребители только приветствуем, поэтому это будет делать и LG, и Samsung, и все, кто производит какую-либо технику, так что это будет очень хорошее и в ближайшем будущем крутое нам с вами подспорье, я надеюсь. Кроме всего прочего показали Metal, который является новой, ну не вехой, но словом в мобильной графике, убрали вот эту прослойку в виде OpenGL, опять же я небольшой специалист, я боюсь здесь ошибиться и рассказать вам что-то, что на самом деле не является таковым, но то есть Metal позволит вам по большому счету убрать костыли, которые уже тянутся несколько лет, OpenGL, я так понимаю, не сильно обновлялся за все это время и в общем там есть к нему определенные претензии, за счет этого получили прирост в определенные моменты до 10 раз и соответственно показали поддержку Unity, CryEngine, Frostbite и еще что-то боюсь собрать, а, Unreal, да, вот 4 движка, основных на которых собственно делается львиная доля серьезных приложений, мы не говорим о Flappy Bird'ах, мы говорим о мобильных серьезных проектах, так вот, с помощью этого самого Metal мы с вами сможем увидеть консольного качества графику в наших с вами мобильных играх, это очень здорово, если это реализуют, это будет круто и я надеюсь, что в ближайшем будущем мы с вами это тоже увидим, от Epic'а была Zen Garden демка, я не могу сказать, что она прям впечатлила до отвисания челюсти, но показала себя очень-очень с хорошей стороны, посмотрим, к чему это опять же приведет в будущем, то есть это вот такая, знаете, часть Swift, HealthHeat, HomeKit, Metal и еще часть подобных анонсов, вещь, которая будет раскрыта с именно интеграцией в текущее решение, об этом сложно говорить в отвязке от каких-то конкретных продуктов, да, все это мы понимаем, что это круто, но нужно будет посмотреть на примере, как это будет в итоге реализовано, именно этого я и жду, именно на это я и надеюсь, именно поэтому я считаю, что в общем и целом World Wide Developers Conference была очень крутой конференцией, показали 10-10 ожидаемо, с 8 опять же ожидаемо, но вот эти вот все решения, которые интегрируют многие вещи в общую экосистему, они оказались тоже ожидаемыми в каком-то смысле, но при этом они раскрывают общий потенциал системы совершенно на новый уровень, и вы понимаете, что Apple сегодня заинтересована в поглощении всего и вся, в хорошем смысле слова, и они смогут это сделать, потому что у них сегодня есть для этого ресурсы, общее понимание, видение ситуации, это очень большое на самом деле подспорье, когда у компании есть четкая совершенно roadmap или pipeline, как это называют, куда надо двигаться, что нужно сделать для того, чтобы достичь вот этой цели, многие начинают действовать весьма хаотично, когда говорят, типа, умный дом, так, 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 нам нужно срочно сделать умный дом, что, что это такое, это телефон, который сопряжает, может работать с, там, не знаю, стиралкой, окей, да, да, погнали в эту сторону, но при этом общего видения ситуации не происходит, из-за этого получаются достаточно куцые решения, которые на поверку оказываются не совсем интересны пользователю и потребителю, они такие, типа, ну, я и без этого 30 лет жил, нахрена мне это сейчас, то есть, покажите мне реальное применение всего этого, и вот с этим, как правило, у компаний происходит очень серьезный затык, и то, что отличает конференции Apple от других, они пытаются донести пользователю, разработчику полезность, интересность этого решения, почему он должен это использовать, в чем преимущество, в какие бонусы и новые возможности он с этим получает, и когда вот это все в общем описывают, ты понимаешь, что ты сидишь после World Wide Developers Conference совершенно с ясной головой и надеждой на будущее, а после презентации других компаний, к сожалению, этого не происходит, при этом я, конечно, говорю не за всех, это касается технологического мира, технологического процесса, наверное, да, то есть если мы говорим про игры, недавно прошла E3 и там были презентации Ubisoft, Electronic Arts, Microsoft, Sony, там тоже было показано много всего интересного, не буду на эту тему, наверное, сильно разгоняться, просто потому, что, ну, не профильный подкаст, есть много других площадок, которые интересно и об этом рассказывают, единственное, меня очень радует, когда я в Твиттере пишу про игры, мне начинают, фу, какой ты, ты вообще в этом ничего не понимаешь, чувак, пиши про Apple, ты вообще просто не пались, на самом деле, это очень обидно, потому что про игры я понимаю, ну, примерно так же, как про Apple, просто многие игры более доступная тема и многие считают себя экспертами в этом, опять же, возвращаясь к этой избитой теме, мне это очень странно, я играми занимаюсь с детства, наверное, с юношества, писал в журналы и занимался этим достаточно серьезно и не считаю себя дилетантом, да, я не считаю себя, опять же, прошоренным до каких-то там до мозга костей, но при этом все-таки в этом понимаю неплохо и свою точку зрения всегда транслирую, как я делал это с Apple, как я делал это с кино и буду продолжать это делать. В целом, про E3, может быть, как-то отдельно расскажу, но сегодня подкаст и так достаточно длинный и обширный, поэтому просто отметим, что это случилось, как и случился в World Cup, с чего мы начали, слежу за тем, что происходит, пока очень радует, мало ничьих, мало, ну, как бы, скучных игр, даже какие-то странные, типа, ну, не знаю, там, Франция, Гондурас, и то прикольные, и то, как бы, смотрится на одном дыхании, ну, а говорить о сенсациях, типа, разгрома Испании, сборной Голландии, отдельная вообще песня, поэтому, если следите за этим всем великолепием, назовем это так, футбольным праздником, то на канале есть видео, которое называется Чемпионат мира в Бразилии с iPhone, я там сделал подборочку из нескольких приложений, которые вам позволят следить за тем, что происходит на поле, когда у вас нет возможности посмотреть это все вживую или своими глазками через телевизор, ну, и кроме всего прочего, мобильные клиенты для просмотра телевизионных трансляций тоже доступны, если у вас нет возможности сегодня, в этот момент, подключиться к телевизору, вы можете это сделать на бегу на своем айфоне, айпэде, или даже айподе, если хотя бы есть вайфай, поэтому это тоже, наверное, будет кому-то полезно. Наверное, все, на этом заканчиваем с World Wide Developers Conference, конференция была классная, мне понравилась, вам тоже понравилась в целом, вообще, на самом деле, несмотря на то, что много негативных отзывов именно из-за того, что не показали новый айфон или какого-то, хотя бы какое-то железо, в целом, очень-очень, ну, как сказать, позитивное впечатление от конференции, многие разработчики говорят, ну, ожидаемо, что это вообще одна из самых интересных конференций Apple за последнее время, и именно она интересна тем, что у компании есть четкое видение того, что они производят, и они сейчас разнесли, видите, анонсы железа на конец года, в то время, как по софту, сегодня они уже дают разработчикам общее понимание того, что они будут делать в будущем, куда они двигаются, и приглашают в этот путь разработчиков с собой, это очень здорово. Давайте пробежимся немножко по новостям, которые сегодня у нас скопились, на сегодняшний день, в смысле, помните, несколько недель назад появилась информация, что какие-то австралийские хакеры, или вообще, в принципе, в Австралии, начали взламывать Apple ID, и началась история, что это хакеры докопались до iCloud, что все пропало, а проблема была в том, что жертве на телефон присылалось сообщение о том, что устройство заблокировано, если вы хотите его разблокировать, присылайте там от 50 до 100 долларов на такой-то адрес, и мы вам вышлем пароль, потому что удаленно или на самом устройстве был включен найти мой iPhone, iPad, iPod, и он блокировался, а как мы знаем, в iOS 7, это, ну, фатальная практически история, разблокировать, не зная пароль, устройство будет крайне сложно, есть кое-какие решения, но это реально непросто, и, то есть, ну, взломать это все невозможно, есть только какое-то решение, которое позволяет, грубо говоря, отключить GSM-модуль, то есть, вы на своем iPhone получите iPod, ну, и на iPad, если в нем нету 3G, то вы получите более-менее рабочее устройство, но в случае это костыли, то есть, полноценно восстановить устройство после вот такой блокировки не получится, и с чем мы делаем, какой вывод, что это начало носить массовый характер, народ начал паниковать, что Apple ID это незащищенный инструмент, что iCloud взламывают, все плохо, но в итоге оказалось, что хакеры, или даже хакерами их назвать сложно, мошенники, предприимчивые при этом, получали доступ к почте жертве всякими путями, и после чего до Apple ID там реально рукой подать, но в итоге самое смешное, что оказалось, это два парня, достаточно молодых, там, по-моему, 23 года, из Москвы, которые вот таким вот образом заработали себе немножко денежек, и, наверное, неплохо на этом поднялись, я так себе это вижу, потому что даже, даже, даже десяток вот таких вот откатов по 100 долларов уже неплохая прибавка к стипендии, а, собственно, их накрыли, и пока они отделались административным штрафом, но вообще, это в очередной раз нам говорит о том, что люди крайне неосмотрительно относятся к своему паролю, к своим учетным записям, именно почтовым, куда завязано огромное количество других учетных записей, получив доступ к вашему почтовому ящику, злоумышленник, в принципе, может получить доступ к огромному количеству сервисов просто сменой пароля, да, то есть, он, например, понимает, ага, вы зарегистрированы в Твиттере, в Твиттере меняешь пароль, сообщение приходит на взломанную почту, бам, вы потеряли Твиттер, бам, вы потеряли Google Drive, а в Google Drive у вас какие-то документы, короче, почта это основа основ, поэтому для почты должен быть самый длинный, самый сложный пароль, который вы нигде вообще не записывали, и знаете только его наизусть, и все, и еще и лучше меняйте каждые три месяца, тогда будет совсем хорошо, в общем, вот так я себе это вижу, поэтому история оказалась достаточно забавной, но я сразу писал, что никакого взлома iCloud здесь и близко нет, конечно же это просто подмена, смена пароля на учетных записях, а как уж люди их сливают, там и игры, общие аккаунты, вот это все, к сожалению, народ достаточно доверчивый, это не отнять, поэтому не доверяйте никому, кроме себе, кроме себя, кроме себе, и пожалуйста, имейте большие сложные пароли на ваших почтовых учетных записях, и тогда все будет хорошо, в коде iOS нашлись лиды многоконности, это я вам рассказал, Apple купила стартап Spotsetter, это социальный агрегатор, который по активности вас и ваших друзей в социальных сетях, там лайки всякие и прочие штуки, позволяет на карте отмечать какие-то интересные места, то есть это такого, знаете, своего рода, ну не аналог, но попытка сделать что-то вроде Fosquare 2.0, и соответственно, скорее всего, на картах это в свою очередь отразится, возможно не сейчас, возможно чуть позже, а скорее всего, Apple эту возможность интегрирует в свои сервисы, может быть найти друзей, может быть в карты, кстати, о картах в iOS 8 не то чтобы забыли, но какого-то серьезного изменения туда не прилетело, обещают в тех городах, в которых доступен Flyover, вот эти 3D домики, добавить некие туры или экскурсии по этим городам, то есть вам смогут, наверное, рассказать про здания, там какие-то, еще что-то, наверное, это здорово, но это не то, что люди ждут от карт, от карт ждут увеличение детализации и прочих-прочих подобных вещей, достаточно банальных, но которые надо делать, пока этого на картах не происходит, да, то есть Google Maps, карты от Apple сливают по полной, да, нет возможности построить маршрут с использованием общественного транспорта, ну и многих каких-то вещей, которые я бы там реально очень ждал, но компания, наверное, не то чтобы забыла, просто пока нечего показать или не готова, и в ближайшем будущем, когда это все появится, нам еще расскажут, возможно, что, кстати, дополнительные анонсы касаемо iOS 8 мы увидим одновременно с анонсом iPhone 6, и там нам покажут еще какие-то штуки, которые будут работать только на iPhone, или которые будут готовы к моменту выхода iPhone 6, который, само собой, будет поставляться с предустановленной iOS 8, поэтому еще раз напоминаю, что iOS 8 за ближайшее время может несколько измениться и получить дополнительные возможности, это очень здорово. AirPlay научится работать как AirDrop, имеется в виду без Wi-Fi соединения, сегодня, если у вас, например, Apple TV и iPhone находятся в одной сети, вы можете совершенно спокойно кидать видео на Apple TV, это здорово, так вот, совсем скоро вы сможете это делать без Wi-Fi, и это будет круто, такой директ Wi-Fi, наверное, в каком смысле, мне кажется, это, ну, как сказать, хорошо для бизнеса, хорошо для дачи какой-нибудь, если вы взяли с собой на дачу Apple TV или в номер отеля, и вам не хочется геморройиться с вот этим Wi-Fi и так далее, вы просто кидаете туда видео, и все пошло-поехало, но это, опять же, фишка, которая не была показана на iOS, на World Wide Developers Conference, на которой люди нашли, и которая, скорее всего, в ближайшем будущем будет реализована, что нам говорит о том, что вот таких вот мелких еще изменений, которых, ну, в общем-то, на которые не хватило времени, да, за два часа обо всем не расскажешь, как и в моем подкасте, обо всем упомянуть не получается, соответственно, это будет доступно в ближайшем будущем, и это тоже нас знаете-таки, как бы необъявленные функции, хотя я в обзоре iOS 8 попытался собрать вообще все, что было известно на тот момент, но в будущем, возможно, появится еще что-то, о чем обязательно расскажу либо в видео, либо в следующем подкасте. iMac с дисплеем Retina народ очень ждет, и в Yosemite нашли функцию масштабирования, в том числе до разрешения 6400 на 3600, или для iMac это будет 5120 на 2880, увеличенное в два раза разрешение текущего iMac, 27-дюймового, возможно, Retina экран в iMac вполне ожидаемое обновление, хотя я не считаю, что это что-то такое, хотя 4K, ну да, пускай будет. Кроме всего прочего, ожидается обновление iMac на этой неделе, достаточно минорное, получат они новые процессоры, возможно, новую графику, то есть не ждите туда новых дизайнерских элементов, или что-то в этом роде, просто как и с MacBook Air, они обновятся до текущих процессоров. Серьезное обновление MacBook и iMac ждем на конец этого года, потому что платформа от Intel еще не готова, при этом сверхпортативные ноутбуки типа MacBook Pro, Retina 13, 15, может быть, и обновятся до конца года, а iMac серьезно на новую платформу переедут только в начале 2015, просто потому, что к этому моменту начнут поставлять процессоры. Вот все очень просто завязано на поставщиков от Intel. Возможно, именно поэтому, глупо говорить, что именно поэтому, но одна из причин, возможно, перехода на ARM, опять же, который вроде как обещают, это возможность сделать своими силами процессоры, своими силами чипы, и, соответственно, не зависеть от партнера в данном случае. Ну, поживем-увидим. Я бы очень хотел посмотреть на то, что Apple сделает с ARM MacBook'ом, и почему он будет крутым, и что с ним будет хорошо, а что с ним будет плохо. Наушники с подключением через Lightning. Был слух, что в iOS 8, в iTunes появится некий раздел музыки HD, чуть подороже, да, то есть, если сейчас треки стоят там, ну, в России 33 рубля, то с приходом HD они будут стоить 50 рублей. Именно HD композиции обычные останутся, и вы сможете слушать в большем битрейте, в лучшем, там, не знаю, по звуку, качеством композиции. Так вот, обычные наушники не всегда могут это качество прокачать, поэтому есть вот такая вот фигня с Lightning, смогут это туда добавить, и сможете вы с удовольствием все это прослушать. Мне кажется, что, ну, хорошо, если будет, этого нет пока, и никто тоже, опять же, не умер, но будет отлично, да. Теперь же вспоминаем, что Bits был куплен Apple за 3 миллиарда долларов. Это, кстати, интересная история, что LeBron Jones, LeBron Jones, по-моему, да, или James, ну, короче, LeBron, King LeBron, который давно сотрудничает с Bits, суперзвезда NBA, игрок Miami Heads, он получил 30 миллионов за эту сделку. Ну, что называется, правильно составленный контракт, то есть, в принципе, можно и в баскетбол не играть, можно просто тупо вот такие контракты правильно составлять, и все будет хорошо. Но, с другой стороны, без игры в баскетбол не будет хороших контрактов, все связано в этом мире. Так вот, наушники слайдинг, окей, опять же, слух на уровне слуха, такого, который прям, ну, окей, да, ну, пока непонятно. Microsoft может добавить голосового ассистента Cortana на iOS и Android, но это, на самом деле, новая политика CEO Satinadella, который интегрирует сервисы Microsoft в другие системы, совершенно не парясь, и говорят, что ранний выход Office 365 на iOS, это тоже его волевое решение, то есть, он понимает, что сила Microsoft, она не в том, чтобы, как вы знаете, урюк все себе и себе, как делает Apple сегодня, например, но они должны догонять, они должны заманивать, и они могут показать часть функционала Cortana на iOS или Android, само собой, системная интеграция в свою операционную систему не сравнится с отдельным приложением, да, как Google Now на Android, он есть для iOS, но не сказать, что прям вот круто, да, окей, Google на iOS нету, то же самое и с Cortana, то, что она умеет делать на Windows Phone, она, конечно же, не сможет делать на iOS и Android, но при этом базовые вещи там будут доступны, а люди, попользовавшись, может быть, кто-то скажет, да, я хочу в Windows Phone, потому что там есть крутая Cortana, здесь она тоже есть, но она не такая крутая, кроме всего прочего, мы с вами понимаем, что Cortana использует поиск Bing, Bing это, соответственно, продукт Microsoft, дополнительный трафик туда, короче, здесь все связано, здесь все сложно, здесь все связано, на этом, на самом деле, все, что я хотел вам сегодня рассказать из мира Apple, очень много тем, за счет того, что у нас давно не было подкаста, возможно, что-то выпало, но я постарался взять по максимуму все, что есть, а сейчас мы переходим к секции «Вопрос в подкаст», напоминаю, что свои интересные вопросы вы присылаете по адресу wilso.com.gmail.com с пометкой «Вопрос в подкаст», автор лучшего вопроса получает карточку iTunes App Store на 500 рублей, и поехали, первый вопрос от Николая, «Что бы было с Apple, если бы в 2007 году первый iPhone выглядел бы как iPhone 5, ну и примерно по функционалу iOS была такой же, ее ожидал бы такой же успех, как в то время?» Странный на самом деле вопрос, он мне этим и понравился, потому что если бы в 2007 году Apple показал iPhone как iPhone 5 с такими же возможностями, это был бы разрыв мозга просто колоссальный, и в свое время и iPhone 1, в общем, достаточно серьезно взорвал мозги людям, так а iPhone 5 по тем временам, наверное, вообще был бы просто кошмар для всех, но более того, компания не заинтересована в выпуске сверхофигенного, сверхкрутого устройства, потому что, ну это просто тупо не нужно никому, да, это не нужно в первую очередь компании, потому что выпустив сверхклассное устройство, которое не нужно обновлять несколько лет, вы на этом много не заработаете, да, то есть компании серьезно, интересно выпускать устройства с ограниченными возможностями, с четким совершенно пониманием его обновления, его жизненного цикла и так далее, и так далее, и об этом я тоже много раз рассказывал, и многие на этом компании в свое время горели, и Sony Ericsson, и Motorola, и Siemens, который в итоге на этом и сгорел, по большому счету, да, то есть нельзя выпускать очень качественные, очень классные устройства, за исключением первого айфона, а дальше начинается компромисс, Александр спрашивает, здравствуйте, Валентин, прошу тебя помочь, не могу найти дополнительную оперативную память на MacBook Air середина 12-го года, на сайте Apple ничего не нашел, и в интернете четко не написано, какая именно память нужна, надеюсь на твое понимание и помощь, заранее спасибо, спасибо за твое творчество, к сожалению, оперативная память в MacBook Air распаяна на материнской плате, и заменить ее никак нельзя, в отличие от SSD накопителя, который вполне совершенно спокойно меняется, есть уже решения от основных игроков рынка, от того же Seagate, по-моему, и еще от кого-то, короче, все это возможно, и они уже это делают, а оперативная память это то, что не заменяемо на MacBook Air, поэтому придется жить с этим, и поэтому я многим серьезно рекомендую выбрать кастомную версию, например, самый простой MacBook Air, но при этом 8 гигабайт туда поставить, потому что 8 гигабайт это то, что вас будет радовать несколько лет, но то, что вы не сможете заменить, если вы в свое время выбрали 4 гигабайтную версию, поэтому, к сожалению, никак, только если сменить MacBook физически. Даниил спрашивает, вопрос подкаста, у меня такой вопрос, ответишь, я очень ценю твое мнение, именно поэтому спрашиваю тебя, что лучше купить, PS4 или подождать iPhone 6, при том, при том, что у меня сейчас iPhone 5, в обществе, в котором я живу, больше интересуются играми и приставками, заранее спасибо, если не ответишь, так, бам-бам-бам, короче, мой ответ очень простой, нужно покупать то, что вам нравится, и то, что вы хотите в данный момент, если тебе хочется PS4, тем более, что сегодня она уже обросла жирком, что называется, появились какие-то игры, и Xbox One в том числе, то, да, PS4 ждать, ждать вообще не надо, iPhone 6 еще раз выйдет, ребята, в октябре, в лучшем случае, в нормальной доступной версии, да, когда его можно будет пойти в магазин и не за сверхденьги купить, а, наверное, он появится в более-менее доступном виде в ноябре, а в ноябре уже будут новогодние праздники, соответственно, декабрь, это уже хайп, это уже дефицит, и опять цены взлетят, и в лучшем случае он хорошо будет доступен где-нибудь к концу января, считаем, сегодня у нас июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, вот через 7 месяцев iPhone 6 будет более-менее доступен, смысл ждать iPhone 6, если сегодня можно купить PS4 и нагибать всех в Battlefield Hardline, кстати, на игровом канале Wilsa Games есть лайв по Hardline, новой версии Battlefield, если кто не знает, и можете посмотреть в том числе, так что, я в общем всегда за то, что если есть возможность, если есть деньги, без особых надрывов, взять PS4 сейчас, пожалуйста, бери и совершенно спокойно, в будущем купишь iPhone 5 продаж, докинешь денег, купишь iPhone 6 поощи без проблем, так, вот хороший, Дима пишет, ленивец, сделай подкаст, мне это очень нравится, Морелла спрашивает, привет Валентин, спасибо за то, что ты делаешь, благодаря твоему совету приобрел MacBook Pro Retina 13, штука классная, но есть такой вопрос, работает ли тайм машин с внешним жестким диском другого производителя вместо Airpore Time Capsule, еще раз спасибо за все, без проблем работает, любой жесткий диск в системе журнальной ОС-10, не помню, как она называется, короче, форматируете ее под систему ОС-10 и совершенно спокойно создаете там тайм капсул, по проводу, пожалуйста, можете подключать жесткий диск, по времени, можете подключать и делать ручками бэкап, пожалуйста, делайте, кстати, бэкап и в тайм капсул, и вообще в тайм машины это реализовано очень-очень здорово, это прям то, что нужно делать. Никита спрашивает, привет Валентин, занялся тут своим здоровьем, и решил на свой айфон установить шагомер. Можешь подсказать, какая именно программа из App Store лучше всего в своем роде, потому что попробовал массу программ, и все они ошибаются, не точно считают и шаги, и калории, об этом же пишут в комментариях к каждой программе, а тот, кто пишет и положительные отзывы, так, а кто-то пишет и положительные отзывы. Заранее спасибо за ответ в подкасте, буду ждать. На самом деле, единственное, что могу посоветовать, это устройство на чипе A7, ну в первую очередь это iPhone 5s сегодня, да, потому что iPad как шагомер используют достаточно сложно, iPhone, потому что там есть сопроцессор Motion M7, и он позволяет это делать без энергозатрат дополнительных, и в общем достаточно хорошо, именно он отвечает за то, чтобы это работало. Поэтому я могу посоветовать любое приложение, которое совместимо с сопроцессором M7. Их на самом деле в App Store достаточно много, от бесплатных, которые просто по функционалу и возможностям супер простенькие, и там вообще все элементарно, ну и, соответственно, посложнее, которые уже обладают какой-то там и социальной составляющей, чем только они не обладают. Ну и, конечно, не могу не посоветовать вот эти фитнес-браслеты, потому что это всегда лучше для конкретных задач, если есть такая возможность, использовать конкретные устройства. Именно поэтому я советую... Причем они есть достаточно дешевые. Я не говорю, что надо покупать Джаблон там за 5000 рублей и возьмите что-то подешевле, но при этом там будет более-менее сносные подсчитанные шаги, более-менее сносно подсчитанные калории, и это все-таки полноценное хорошее устройство, которое позволит вам все это мониторить и делать. Так, сейчас еще что-то у меня тут есть. Иван спрашивает, здравствуй, Валентин, я очень люблю статьи, видео, фото, утечек, Apple. Вопрос. Как только пошел слух об iWatch, сразу вылетели Galaxy Gear. Недавно был слух об 12-дюймовом iPad Pro. Могли ли Apple пустить слух про iPad Pro, чтобы какой-нибудь Samsung, Microsoft или Leno выпустили ноутопланшет, а Apple продолжили штамповать 9-дюймовые iPad'ы, а Samsung остались с носом. Отправлено с CarPlay. На самом деле, я не думаю, что Apple заинтересована в подобных играх, это достаточно тонкая такая штука, поэтому и компания в очередной раз заявляет, что они очень-очень не любят утечки, они продолжают с этим бороться, пока это все не очень хорошо получается и та-та-та. Но в общем, идея в том, что на самом деле, я думаю, нет, 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 нет. То есть, если были слухи об iPad Pro 12-дюймовом, то, наверное, в компании что-то в эту сторону делают. Другой вопрос, что Samsung подхватывает все это, а возможно, не подхватывает, а просто параллельно делает те же вещи и на контрасте выпускает свои продукты, но, к сожалению, за счет скорости, за счет попытки захватить рынок именно своим присутствием, продукты зачастую получаются недоработанными, как было с первым поколением Galaxy Gear, и второе, на самом деле, недалеко ушло и так далее, и так далее. То есть, опять же, компания выпускает продукт без четкого понимания, на какой хрен он ей нужен, просто чтобы было, просто потому что могу. Именно поэтому продукт не находит массового отклика в лицах людей, потому что им это тоже не надо. Samsung может, а люди не хотят, и вот получается такая вот не очень состыковочка. Артур спрашивает, преизвелся, как ты думаешь, покажет ли этой осенью обновленный Mac Mini, и что конкретно в нем могут обновить, как насчет графики? Мне кажется, что как только в него засунут дискретную графику, он будет съедать продажу у Mac Pro. Сейчас работаю на MacBook Air 2013, подключенном к нему 20-дюймовым монитором 21х9, и понимаю, что его мощности очень не хватает, изначально рассчитывал его везде с собой брать, поменял работу, и теперь из дому его почти не выношу. Вот и хочу заменить на новый топовый Mac Mini плюс iPad, который покажут в сентябре. Да и как ты относишься к мониторам с отношением 21, и почему их не выпускает Apple? У Apple вообще большая проблема с обновлением мониторов. Я до сих пор не понимаю, почему нету Thunderbolt 4K какого-нибудь, и вообще Thunderbolt не обновлялся уже просто неприступно много, он не поддерживает Thunderbolt 2-го поколения, там даже нет USB 3.0, все это очень печально. По поводу 21 на 9, ну под задачи, кому-то это хорошо, кому-то не очень, но мне кажется, любые широкоформатные мониторы имеют право на существование. Что касается Mac Mini, забили на него конкретно Apple, но я вам просто одну простую, просто-просто вам простую вещь расскажу. Продажи компьютеров Mac и MacBook и вообще всей этой фигни, они Apple не приносят больших денег, поэтому интереса в том, чтобы порадовать потребителя каким-то крутым Mac Mini у компании нет, им проще продать парочку новых айфонов. Поэтому не факт, что направление Mac Mini вообще будет востребовано в ближайшем будущем, скорее компания подтвердит слух о бюджетном iMac, который может получить какой-нибудь пластиковый корпус и вполне себе конкурентное решение с относительно бюджетными вариантами от конкурентов. Поэтому, не знаю, не знаю, я бы ждал, я бы ждал Mac Mini, я не думаю, что туда поставят дискретную графику, просто потому, что действительно это будет конкуренцией с более дорогими модификациями, скорее это останется самым дешевым Mac, а для этого нужно его, соответственно, по максимуму удешевить. Ну и вот такие вот штуки. Поэтому, надеюсь, что да, но, к сожалению, все говорит, что нет. Вот такая вот фигня происходит. Такая вот фигня происходит. Антон спрашивает, здравствуй, у меня такой вопрос, фотографирую, значит, я обычной камерой выбираю черно-белый фильтр, затем хочу скопировать фото на комп, но почему-то на компе сохраняется как обычная фотография без фильтра. Так же было и в бетах iOS 7, видимо, не исправили. Решили ли этот баг в iOS 8? Как считаешь, почему они убрали иконку музыки в статус баре? А по поводу сохранения отредактированных фотографий в iOS 7 и на компьютере в том числе, да, есть такая косячная штука, что примененные изменения не воспринимаются на фотографии, но, кстати, это и здорово, потому что, если вы что-то накуролесили и сохранили, вы всегда можете откатить, то есть фактически сохраняется оригинал, на который сверху накладываются вот эти вот изменения. В iOS 8, честно, не смотрел, наверное, надо будет посмотреть и я вообще не уверен, что это баг. Возможно, это фича, которую нужно просто правильно применять и нужно будет посмотреть, как это вообще реализовано на OS X в том числе и что с этим происходит в iOS 8 в том числе, поэтому посмотрю, обещаю об этом рассказать в следующем подкасте. Егор пишет, Валентин, привет, спасибо за все, что ты делаешь, вот мой вопрос, скажи, как ты представляешь канал Велсаком лет через 10-15, будут ли вести его твои дети? Просто интересно, что ты думаешь на этот счет. Но по поводу канала Велсаком через 10-15 лет на самом деле я не всегда занимался, вернее, всегда занимался чем-то, с чего я начал непродолжительное время и часто что-то начинает надоедать и канал Велсаком вообще очень длинное мероприятие в моей жизни, поэтому возможно, что я его просто дропну через какое-то время и займусь абсолютно другими вещами, свалю из интернета и буду делать что-то совершенно иное. Это как бы никто от этого не застрахован, именно поэтому к какой-никакой популярности я отношусь тоже достаточно трезво, на мой взгляд, да, то есть я понимаю, что сегодня это есть, завтра это может моментально закончиться и люди найдут себе другого совершенно человека, другой проект, другую тему, которая их будет интересовать и все, и все, и все. Apple завтра может не стать и еще что-то. Поэтому я смотрю на это достаточно трезво, я думаю, что будем развиваться поступательно, есть совершенно четкие точки, к которым стоит стремиться, к которым я стремлюсь и я думаю, что если их получится достигнуть, то я буду удовлетворен более чем. Тут еще по скриптам, кстати, недавно пересматривал твое старое видео и наткнулся на 25 причин, почему люди ненавидят Apple, там тебе кто-то помогал в образе Стива, да и за кадром явно кто-то был и снимал, ла-ла-ла, почему ты перестал это делать. Это были ребята мои друзья, которых просто было по фану попросить, но они занимаются совершенно другими вещами и сотрудничать с ними, скажем так, на полной основе не получится, поэтому пока так. Могу сказать, что сейчас есть некий кризис роста в плане того, что в одиночку тянуть весь этот масштаб становится просто непомерно, и я надеюсь, что в ближайшем будущем получится привлечь каких-то людей, которые смогут мне помогать, в том числе в производстве контента, и это было бы здорово, потому что я остаюсь как бы единоличным ведущим и подкасты, и каналы, и всего остального, но много-много вещей, о которых люди, которые никогда не занимались подобными темами, просто не представляют, и их тянуть стало сложно, их можно совершенно спокойно заменить людьми без ущерба для контента, для, я не могу сказать, что качества, для формата, потому что я совершенно четко отдаю себе отчет, что я делаю контент, который приемлемого качества, но при этом люди его любят, наверное, не за это, то есть не за качество микрофона, люди слушают подкасты, ну и от этого нужно отталкиваться. Брек спрашивает, привет, Валентин, спасибо за видео и продолжай в том же духе, как ты относишься к Certified Refabriced MacBook Pro, стоит ли сэкономить 200 долларов, по возможности ответить на почту, спасибо тебе. Вот Брек у нас получает за это вопрос карточку на 500 рублей iTunes, что касается Refabriced моделей, они, кстати, доступны в русском Apple Store, в онлайне, вы можете купить, а что такое вообще Refabriced? Это какой-то брак на устройстве, которое было возвращено в магазин Apple и восстановлено, например, битая матрица, битые пиксели на матрице, новый iPhone, с ним была какая-то проблема, его возвращают в магазин, его пересобирают, наверное, может быть, если были какие-то проблемы по корпусу, в новый корпус, в том числе и в замене бракованной детали и со скидкой продают, как вот Refabriced устройство, переработанное. На мой взгляд, вполне неплохая экономия, то есть вы получаете абсолютно новое устройство, на котором был какой-то баг, но при этом он был убран и все теперь хорошо. С другой стороны, где-то он там и рвется, и если что-то уже сломалось и это починили, то велик шанс, что уже ничего не сломается, поэтому я знаю людей, которые относятся к этому достаточно умно, типа Refabriced устройство уже один раз сломалось, второй раз, надеюсь, не сломается, берут исключительно вот в таком формате. Но, в общем, это хорошая экономия, поэтому я к этому отношусь сугубо позитивно, и я считаю абсолютно незазорно взять Refabriced iPad, Refabriced iPhone, Refabriced MacBook и так далее, и так далее. Оцените вообще эту возможность и посмотрите, насколько она подходит или не подходит вам. На этом будем заканчивать. Час лишним, час сорок, мы с вами вещали. Я надеюсь, что подкаст вернется в ближайшем будущем в свое законное еженедельное русло. Еще раз, это был юбилейный 98 выпуск, с вами был Vilsacom, который продолжает, надеюсь, вас радовать новостями из мира Apple, канал, видео, Twitter, Instagram, группа ВКонтакте и круче, 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 больше и больше. Надеюсь, что у вас все тоже хорошо. Пишите свои мысли мне на почту vilsacomsobaka.gmail.com к вашим услугам, в том числе и в Twitter, в том числе и в группе ВКонтакте. Короче, везде, где меня найдете, пишите и делитесь, делитесь в том числе этим видео, в том числе этим подкастом, в том числе вообще ВКонтакте.